Мотор. Итак, всем привет еще раз. Мы продолжаем то, что мы закончили, не закончили в прошлый раз, в понедельник, в пятницу, сегодня в понедельник, и продолжаем с мультиканальной атрибуцией. Немножко еще пару моментов, связанных с мультиканальной атрибуцией, что мы еще можем поделать, как мы можем анализировать эти данные, как мы можем приносить какую-то пользу, исходя из этих данных. Ну, во-первых, что я здесь имел в виду? Да, это те ошибки, которые у нас могут теоретически возникать при работе с мультиканальной атрибуцией. Вы, когда выполняли недомашнее задание в прошлый раз, некоторые из вас с ними столкнулись, но не лишний раз будет еще раз проговорить, что это могут быть за моменты теоретические, которые могут привести не к правильным данным. Первое — это конверсии. Вот когда вы нажимаете на бачок конверсии, когда вы просто открываете этот отчет, те конверсии, которые у вас отображаются, они выделены все, но, как правило, все нам не нужны. Нам нужно что-то одно. Например, нам нужны транзакции или нам нужно посмотреть какую-то конкретную конверсию, которую у нас, ну, какую-то конкретную цель, которую мы с вами установили. Соответственно, как только вы открываете отчет, первое, что вы делаете, проверяете, правильно ли у вас выставлена эта галочка. Это важный момент. Второй момент — это анализ AdWords по разбивке, без разбивки по компаниям. Что имеется в виду? Что мы с вами говорили о том, что разные источники трафика, они проразны. И КМС, и Органик — это разные источники, которые приводят разный тип трафика, хотя все это и так или иначе Google AdWords. Неплохая практика именно в плане анализа. Лично мне как аналитику удобно это называть рекламные каналы. Это называют рекламные каналы вот так, как, называют Source, так, как написано здесь. То есть мы фактически один рекламный канал помечаем, как, допустим, это либо RSI, либо поиск. Здесь директ, имеется в виду, что директ в поиске. Таким образом мы сразу видим с разбивкой не просто по инструменту, по одному, а по рекламному каналу конкретному, что вот это RSI, по смыслу это немножко другое, нежно, чем Яндекс.Поиск. Возможно, в плане отчетности или в плане оптимизации, или в плане работы там с этим аккаунтом это будет не очень удобно, тогда, конечно, мы можем использовать кампанию, но тогда в кампании, в поле кампании мы тогда пишем, что это у нас поиск, или это у нас KMS, RSI и так далее. И тогда у нас есть возможность достаточно гибко этим управлять, тогда нам не нужно гадать вот эта кампания, к чему относится, к этому или к этому. У нас есть там для Google AdDistribution Network, для Яндекса тоже можем поставить, но это плюс одно поле и, соответственно, плюс там какое-то время, которое мы могли бы потратить на анализ, на что-то более подробное. Блин, гадкий кликер. Ну и, собственно, да, не забываем про вот это окошко, оно по умолчанию 30 дней. Мы понимаем, что у нас пользователи могут принимать решения как быстрее, так и медленнее. Если у нас продукт, где пользователь принимает решение через 90 дней, там трех месяцев, то если мы поставим 30, у нас будет меньше данных. Или обратная ситуация, что пользователь за 30 дней может купить у нас больше, чем один раз. Два, там, три раза. И то, и то у нас будет не очень хорошо. Собственно, с этим-то, наверное, все. А, ну и по умолчанию еще можем выбирать вот эти длины последовательностей. По умолчанию он, по-моему, стоит два или более. Но если нам нужно все-все, все-все конверсии, даже с цепочками, состоящими из одного какого-то канала, то мы можем это использовать. Вот эти важные вещи, просто когда вы будете работать с этим аккаунтом, выполнять домашнее задание, которое, скорее всего, придет вам завтра в течение дня, по этой лекции, по той, которую я буду читать сегодня, обратите на это внимание. Дальше. У нас есть возможность, ну, без сегментации это все достаточно бессмысленное дело. То есть, если мы видим общую температуру по больнице, это, конечно, хорошо, наверное, но бессмысленно. Потому что если у нас нет возможности разделить нашу аудиторию на какие-то группы и посмотреть отдельно, как ведет себя та или иная группа в этих отчетах, то, соответственно, мы не можем принимать какие-то решения о эффективности тех или иных рекламных компаний или каких-то других сущностей, которые у нас есть внутри Google Analytics. Поэтому там есть сегменты, они не такие, как обычные сегменты, с которыми мы работали во всех остальных отчетах. Они сильно проще, и мне кажется, они еще с какого-то очень старого интерфейса Google Analytics. Тем не менее, они есть. Там есть какое-то количество предустановленных сегментов также. Они не такие, как в обычных сегментах, но их также можно использовать. Либо у нас есть достаточно такой мощный инструмент сегментации тоже с операторами или с оператором И, с помощью которого мы можем собирать нужный нам кусок трафика и смотреть вот эти многоканальные последовательности уже с учетом каких-то групп. Мы можем создать свой сегмент и посмотреть, как он себя ведет с точки зрения этой конкретной последовательности. А там на самом верху у нас есть такая вкладочка, как сегменты конверсии. Дай я сироп покажу всем, а то вот это говорю и не показываю. Вот они вот здесь, видите, конверсионные сегменты. Вот тут есть какое-то количество предустановленных, или мы можем создать свой сегмент по каким-то правилам, либо какой-то тип интеракшн, это может быть первый, последний, любой или связанный, и какие-то небольшое количество параметров, которые у нас доступны в других отчетах, типа вот там город, источник, по-моему, страна, категория устройств. Да, масштаб, могу масштаб, масштаб. Язык, ну, в общем, основные штуки, которые у нас, в общем-то, могут принести нам какую-то пользу при анализе. Какие устройства, языки, мобильные, не мобильные, новые, старые, откуда люди пришли. И, собственно, вот эти штуки, они позволяют вам более гибко управлять. Ну, например, мы можем поставить там эти вкладочки, только мобильные устройства или и что-то еще. Ну и, соответственно, составить свой сегмент и посмотреть всю эту историю не для всех вообще, а только для какой-то группы. Мы понимаем, что у нас сценарий взаимодействия аудитории, которые используют мобильные, не такой, как сценарий взаимодействия людей, которые используют там десктоп. Соответственно, мы можем разделить и посмотреть, как же они там себя ведут, где у нас более ассоциированные конверсии, где у нас более конверсии по последнему взаимодействию у этих разных групп. Ой, не то. Собственно, что еще нужно понимать? Ну, здесь вот много текста, у вас будет презентация, можете почитать более внимательно. Смысл в том, что если вы анализируете эффективность, допустим, ремаркетинга, то его имеет смысл учитывать и предыдущее какое-то взаимодействие платное, которое у вас было при этой конверсии. Ну, допустим, у вас есть какая-то цепочка, где у вас есть платная реклама Google CPC, что-то, 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 но ремаркетинг. И фактически, если вы считаете просто эффективность с точки зрения денег, которые вы затратили на эту конверсию, только по затратам ремаркетинга, это не очень круто, потому что вы уже денег они раз заплатили. Ну, если мы даже берем не просто ремаркетинг, а вообще любые какие-то каналы, которые у вас заканчиваются платные, но при этом до этого у вас были какие-то еще другие платные каналы, неплохо бы, конечно, все это дело учитывать для того, чтобы среднюю стоимость конверсии высчитывать не только в интерфейсе в стандартном Google Analytics, в стандартных отчетах, но и где-то в других местах, потому что она у вас будет, скорее всего, выше. Здесь вот 75, мы думаем, что вот классно, но при этом у нас еще были какие-то предыдущие затраты, и вот по факту у нас будет не 75, а 106. Ну вот, и руками, конечно, читать это дело не очень удобно, особенно если у вас большой аккаунт, поэтому мы с вами сейчас будем говорить о том, как мы можем выгружать эти данные через API. В общем, в чем суть? У нас мы с вами работали в Google Spreadsheets, с аддоном Google Spreadsheets, с помощью которого мы можем выгрузить что-то с помощью Core Reporting API. Это дело-дело хорошее, мы, конечно, можем работать, можем делать дашборды, отчеты, мы можем более гибко управлять больше параметров, вы так сказать, из Google Analytics, строить там какие-то свои графики, избегать сэмплирования, работать с разными штуками. Но совсем недавно у нас появился еще один API, это MCFI API, с помощью которого мы можем выгружать данные не только из блока, основного блока из отчетов, но и выгружать из вот этой вкладочки Multi-Channel Funnels. Вот, у нас также есть справка по Multi-Channel Funnels Reporting API, MCFI API, где у нас также есть, в общем, то же самое, что Dimensions and Metric Explorer, только для MCFI. Вот, здесь, в общем, много разных параметров, которые у нас как раз отвечают за те данные, которые у нас содержатся в ТАП. Зачем все это потенциально может быть нужным? Затем, что если вам, вас не очень устраивают те модели атрибутов, которые у вас есть внутри Google Analytics, такое он вполне может быть, то у вас есть возможность собирать все это самостоятельно, выгружать эти данные, смотреть на них и, соответственно, прогнозировать и распределять ценность конверсии на те каналы, которые вы считаете вам нужны. Ну, например, вот у Овокса появилось вот это решение, которое позволяет переспределять ценность конверсии в зависимости от прохождения воронки. Это другая модель, которой нет в Google Analytics. У них там реализация, конечно, чуть другая, нежели чем с MCFI API, но, тем не менее, вы потенциально можете повторить что-то свое. Собственно, и давайте сделаем с вами тогда сразу задание. Что мы делаем? Мы открываем сейчас, создаем новый документ Google Spreadsheets. У всех уже должно быть установлено расширение Google Analytics. Мы создаем новый репорт и при создании нового репорта вы можете набрать там любые случайные какие-то значения. При создании нового репорта, чтобы просто у вас появилась вот эта схема, сама схема. И потом в схеме мы уже меняем кое-какие значения. Сейчас я покажу, что мы меняем. Вот, когда вы дойдете до этой схемы, вот здесь, там, где написано коа, сейчас я сделаю побольше, вот, там, где у вас type был коа, мы пишем type MCFI. Multi-channel funnels. Ну и, соответственно, тогда домашнее, тогда это здание можно будет сделать и будут доступны вот эти метрики. И вам еще в помощь, наверное, нужен будет характеристика вот этих метрик. Находится это дело тоже здесь же. Смотрите, что я сделал. Обратите внимание. Я сейчас нажал на вот эту ссылку, которая внизу конфигурации, репорт конфигурации у меня появилась. Я открыл вот эту справку по Google Spreadsheets add-on. И в самом низу, вот здесь, у меня есть, видите, ссылка Multi-channel funnel. Вот там, где type. Как раз type мы будем с вами менять с коа на MCFI. И вот здесь есть ссылка. Вот если мы на нее нажмем, то где-то здесь у нас должны быть данные про параметры и показатели. Держание у нас есть. Здесь вот внизу справка по параметрам и показателям, доступная в API. Здесь, по идее, у нас должно быть то, что надо. Вот мы как раз. Либо вы можете набрать, просто загуглить параметры и показатели Multi-channel funnel, funnel support in API. Ну, либо вы можете набрать просто то, что у меня написано. Это может быть долго. Пока вот это наберешь. MCFI, last interaction, conversion, first interaction. Если есть какие-то вопросы, задавите. Есть там вопросы какие-то? Кто там все молчат? Ну ладно. Вот эти два параметра лучше с новой строки делать. Или, по-моему, запятая. Но я обычно всегда с новой строки делаю. Показательственные следования параметра. Спасибо. 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 Да, только один. Только один. А здесь вот второй MCFA — это показатель. У нас будет два показателя. Один last interaction, второй first interaction. Может, копирую, просто last first поменять. И с новой строки. Чтобы с новой строки — это control-inter, по-моему. Если не ошибаюсь. Вот в конце ставишь и control-inter. Вот. Да. И last first. Да? Получилось? Можно? Посмотреть. Ну, и данные же есть. Вот смотри. Ну, то есть, по сути, у тебя есть своя, без этого, аккаунта Google Analytics, выгрузка от того отчета по сырным конверсам, там, где была first и где last. И здесь ты уже можешь сам играться, перераспределять там CMS. Ты можешь самой цепочкой путей выгружать. Они прям подряд так и будут. Вот. И с этим уже там что-то делать. Да. Что-что? Период? Да, любой. Это же ваш аккаунт. В смысле, да. First, last, MCFA, source, medium. Ну, единственное, еще сортировку по last interaction. Просто без плюсок. Да, копируем это значение first, нет, last interaction conversion и поставляем его в поле sort. Вот. Вот. Стоило только подойти. Очень удобно. Люблю такие вот это вопросы. Получилось? Как можно влиять при направлении на почку, уменьшать ее? Ну, смотрите. У вас, с одной стороны, есть знание постфактума, что у вас произошло. Что была такая цепочка, что пользователь для принятия решения использует вот такие вот каналы. на цепочку мы влиять не можем, но мы можем влиять на каналы. Мы понимаем, что если у нас были вот такие каналы, и вот этот канал у нас вот здесь был, значит, пользователь он пользователю или помог, ну, скорее всего, он помог, да, там, или сильно, или чуть-чуть помог. Вот. Соответственно, и мы видим нашу цепочку и пробуем ABT-тест. Убираем этот канал, смотрим, насколько у нас изменилось соотношение. Меняем сообщение в этом канале, в этой цепочке и смотрим. У нас, грубо говоря, это же воронка такая, да, то есть, там, некое количество пользователей используют первый, второй, третий канал, ну, вот, там, с третьего канала они совершают конверсию. Попробуем взять и, там, на втором канале поменять какое-то рекламное сообщение. Бюджет увеличить, охват увеличить, стоимость клика увеличить, там, еще чего-то, посадочная страница поменять. И, соответственно, по факту, просто вот такими тестами и экспериментами мы можем увидеть, что было так, стало так, стало лучше или стало хуже. Хуже тоже хорошо, поэтому мы знаем, что туда идти нам не надо. Да, да, да. А как? Вот если бы мы внедрили вот это харфит-чипы каждому в мозг, вот тогда бы да, но, к сожалению, пока не разрешают. А там у вас, скорее всего, где-нибудь пробел стоит. только нажмите сейчас ОК и вот нажмите на то поле. Вот где у вас View, View ID. Не-не-не. Не-не-не. Вот это четвертая строчка ваша. Четвертая строчка. Да. Нет, это пятая. Выше. Во. Теперь два раза нажмите в конце просто. Вот видите, там помп пробел лишний между двоеточием. Ага. Есть? Точно нету. А идентификатор правильно у вас? Нет. Давайте еще раз попробуем. Дополнение. Он видите, он в ошибке, он как раз показывает. Видите, инвалид. А, нет. Вот видите, уже другой инвалид. MCFI. А, все. У вас Type. Type, смотрите. Co стоит, а не MCFI. Вот это третья строчка у вас Type Co. Core. Во. У вас MCFI должно быть. Нужна еще помощь? Подойти к кому-нибудь? Кому? Да. Что-то пошло не так. Это часто бывает, да. Вроде бы все. Представление другое. А, я не уверен, что форма даты такой. А, тут так работало. Тогда ладно. First, last. Ну, вроде все верно. Давайте попробуем. Дополнение. Run Reports. Ну, так не верно, что выделение вот это должно сработать. Да, ведь неважно. MCFI. No such dimensions. MCFI source medium. Sum. А. No such. MCFI last. Interaction conversion. First. No such. Ничего не понимаю. MCFI. 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 А там нету пробела после MCFI случайно лишнего? Вот здесь. Я обычного. Не, ну это неважно. Что-то не так. Не могу понять все так. Можно на это поле. Да. First, first. First. Interaction. Conversion. Все должно быть верно. А вот тут, по-моему, видите сверху? Нет. Блин. А там дальше пробела нету? Если ниже. First. 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 Сделай еще одну конфигурацию. Копируй. Может быть. Что-то. Да. Он говорит, что. Невалитвайлью. Вот видишь пробел в конце. Между единичкой. Вот там лишний пробел ты его не видишь просто. Смотри. Вот. Вот он. Подойти еще к кому-то? А? Да. Вроде все одинаково, но не получались. Да. Можно вот это run reports? У меня получается, но не знаю. Ну, сейчас увидим. Вот что там написано. Last. Interaction. Ну, где-то, где-то ошибка в самом названии. Inter... А вы руками набирали или? Стопудово. Попробуйте выбрать просто last interaction, попробуйте только с first. Если заработает, значит неправильно написан сам параметр. Не, вот сам, всю саму строчку. Вот last interaction. Или тут, по-моему, пробел. Во. Видите, по-моему, пробел нужно. А вот этот, да? Во. Вот он. Вот она ошибочка-то. Так, хорошо. Давайте я покажу у себя. Собственно, смотрите, какие проблемы у нас бывают, какие у нас проблемы бывают с этим делом. К сожалению, наша вот эта работа с API, она подразумевает, что вы все правильно вводите. С пробелами, с переносами строк. И, да, синтаксис дико важен. И вообще, вот если вы работаете там то ли с API, то ли с Core Explorer, то ли там с HitBuilder и пытаетесь интегрировать в виде сквозной аналитики передачу помаженного протокола данных из CRM Google Analytics, лишний пробел в сумме, например, сумма транзакции у вас 2399 гривен, а у вас между двойкой и 399 стоит пробел. Google Analytics скажет, что все окей, но данные не передаст. И вот тут дико важно быть внимательным. Вот каждая вот эта запятая, точка, вот эти все мелкие штуки, почти всегда из-за них возникают проблемы везде. И вот в нашей этой истории, и в каких-то других интеграциях. Поэтому синтаксис очень важен. Давайте попробуем еще раз сделать то, что я там напридумывал. Last First Interaction как метрики. Last Interaction как сортировка. И Source Medium. Что, следующий раз? Сортировка с минусом очень удобнее. Я не знаю, сейчас попробуем. Кому как. Ну вот, собственно, данных у меня не очень много за последние 7 дней. Но, тем не менее, они у меня собрались. Да, с минусом удобнее, я согласен. Вот. Собственно, это пример. Наверное, не очень живой в плане того, чтобы вы, исходя из этой конкретной выгрузки, делали какую-то пользу. Но, если вы обратите внимание на другие параметры, которые у нас есть вот в этом доке, здесь есть, например, такой параметр, как MCFI Source Path. Если вы его вставите, например, вот сюда, и попробуете вот так вот сделать, то у нас, вы можете увидеть, что есть вот цепочки. Они в текстовом, конечно, виде, и это не круто. Но у нас есть возможность работать там с Excel или с Google Spreadsheets и привести это в какой-то более-менее удобоваримый вид и с этими цепочками что-то делать. видеть, какое количество. Вот видите, вот тут господин, конечно, очень активно пытался купить. Очень внимательно изучал бесплатный вебинар мой, наверное. Вот. Но купил. Да, я думаю, что это я, скорее всего. Зачем я покупал, только не понял. Ну, в смысле, регистрировался. Ну, да ладно. Вот. В любом случае, вот мы можем видеть эту историю, а раз мы получаем доступ к сырым данным, мы можем уже самостоятельно с этими данными работать, играться и что-то с ними делать. Вот. Хорошо. С этим вроде понятно. Что-что? Да. Собственно, какие есть проблемы в стандартных вот этих моделях атрибуции? Они, конечно, вроде кажутся нам логичными и понятными. First interaction, last interaction, last and direct interaction, там, time decacy и все остальное. Но первая проблема в том, что если мы используем две модели, вот, например, в инструменте моделирования атрибуции, то у нас получается, что сумма, ну, допустим, транзакций, сумма дохода у двух моделей будет больше, нежели чем сумма, которая у нас зафиксирована в каких-то других отчетах Google Analytics. И в таком случае сравнение вот этих моделей атрибуции несколько теряет свой смысл. То есть мы можем видеть как бы тренд, но вот реально увидеть, что вот этот источник трафика более эффективен с точки зрения денег, что он был первым именно с точки зрения дохода и высчитать потом какие-то денежные штуки, будет очень сложно. Вот. Поэтому, в общем-то, стандартные вот эти модели, они имеют минус в том, что нам нужно использовать какую-то одну модель. взять одну модель и по этой одной модели что-то делать. First interaction, last, last no direct. Если мы берем больше, чем одну, а у каждой модели мы понимаем, что есть свои недостатки, что first interaction классно, но нам важно все равно последний канал, который он закрывает. Last no direct interaction тоже хорошо, но мы тогда не учитываем первый канал. А все остальные модели у них тоже есть там какие-то свои там плюсы и минусы, вот мы в прошлый раз об этом говорили, но они, в общем, не идеальны далеко. Вот. Ну, почему? Потому что каждая модель выделяет преимущество канала, которое она измеряет, игнорирует, взаимное влияние каналов. Ну, мы понимаем, что оно есть, да. То есть, если у нас был показ Facebook-баннер, который мотивировал пользователя там узнать больше о продукте, посмотреть видео на странице, и в таком случае, там, после какого-то ремаркетинга, чего-то еще, он купил, мы понимаем, что вот влияние вот этого канала было, оно было не нулевое в любом случае. Вот. Раз так, то что еще мы можем сделать с этим моментом? В общем-то, если у вас вдруг Google Analytics Premium, который сейчас вот этот 360, вам повезло, потому что у вас есть еще одна модель Data Driving, которая называется. Она учитывает взаимное влияние каналов, и вот эта модель, которая, по сути, позволяет вам рассчитать, насколько у вас тот или иной канал реально внес какой вклад в совершение конверсии. Очень классно, но есть один минус. Как и всякие другие показатели вот такого плана, который есть внутри Google Analytics, это такой черный ящик, и мы не понимаем, как оно считается. То есть, мы можем там где-то догадаться, но от этого особо лучше не становится. Ну, например, есть вот эти смарт-цели. Мы думаем, что это хорошо. Но фактически, если проанализировав вот сегмент, который достиг смарт-цели, и потом примерно поняв, как оно рассчитывается, мы понимаем, что, скорее всего, оно рассчитывается, исходя из большого среднего времени пребывания данного пользователя плюс большого количества страниц, которые этот пользователь посмотрел. А раз так, то мы понимаем, что это, наверное, не очень правильно и честно, потому что, фактически, если пользователь много страниц просмотрел, не факт, что он ближе к совершению конверсии, нежели чем человек, который зашел на одну страницу, ознакомился с ней, особенно в e-commerce, да, ознакомился полностью со всем продуктом и купил его. И мы понимаем, что в таком случае смарт-цели нам как бы не очень однозначны. Они очень однозначны, значит, их нельзя использовать. То же самое с DataDriving. Как оно считается, черт его знает. Поэтому, в общем-то, даже если у вас Analytics Premium. Черный ящик. Да, черный ящик – это плохо. Особенно в таких точных штуках, как у нас. Вот это маркетинг. Вот. Есть другие всякие разработки. Есть Ovox, который запустил вот этот BI Attribution, который, по сути, учитывает Санэсканал на базе вероятности прохождения воронки. Там, если вам интересно, есть много статей на сайте Ovox, они подробно расписывают, что это, как это считается, как это работает. Большой плюс, конечно, в том, что вы можете четко проверить, что это работает именно так, и подходит ли вам вот эта конкретная модель. Ну, скорее всего, да. Минус всей этой истории в том, что она, в общем, нормальный денег стоит. Для крупного бизнеса это хорошо. Ну, в смысле, это вполне себе нормальные, не очень большие деньги. Для мелкого и среднего бизнеса это может быть дорого. Может быть, ну, то есть, если я ошибаюсь, по-моему, у них пакет начинается от 1200 долларов в месяц. Плюс там еще деньги за трафик. Не за трафик, за пользователей там 0,96 центов за тысячу пользователей. Вот. Поэтому, может быть, такая ситуация, что у вас будут вроде классные данные, много хороших классных данных, и ценность конверсии у вас будет сильно точнее учитывается, но вы заплатили там 2500 долларов за все это решение для вашего конкретного бизнеса, и получили преимущество, прибыль с внедрения всей этой системы, допустим, 500 долларов. Ну, понятно, что в таком случае это не имеет никакого смысла. Если ваш бизнес не очень большой или вы работаете с небольшим клиентом, то в таком случае не имеет смысла работать с этими штуками, потому что, скорее всего, вы их не окупите. Вот. Ну, собственно, а, вот. Что с, наверное, одной из самых важных, что со всем этим делать. В общем-то, как и во всех остальных сущностях, которые у нас есть внутри Google Analytics, то, что мы видим в текущую ситуацию, это, конечно, классно. Но если мы просто откроем отчет по северным конверсиям или по путям и попробуем принять какие-то решения на базе того, что мы увидели, скорее всего, мы ничего не примем. Потому что, действительно, это может быть эффективно только в каком-то диапазоне времени, когда вы что-то меняете, и у вас тогда есть инструмент, чтобы посмотреть, насколько те изменения, которые вы сделали, принесли бизнесу больше денег или меньше денег. Тут то же самое. Мы можем что-то потестировать и посмотреть, что у нас получилось. То есть, у нас фактически есть инструмент. Если у нас есть какая-то цепочка, и мы видим, что посередине у нас есть Facebook, и он всегда есть, или там часто очень встречается, это тот Facebook, которым мы управляем, это платная реклама в Facebook. мы можем попробовать потестировать разными сообщениями, разными там ставками, частотой показа, там еще какими-то функциями, которые у нас есть внутри рекламного инструмента, и посмотреть, насколько вот эта ситуация у нас поменяет, насколько у нас вот эта воронка расширится, уменьшится или останется такой, какой есть. Если она расширится, причем мы можем это проверить в этих отчетах, тогда мы понимаем, что да, то изменение, которое мы сделали, оно повлияло потом на большее количество закрытых цепочек, может быть, даже с другого какого-то канала источника трафика, не обязательно с Facebook. Мы можем это увидеть. Собственно, без работы с этим инструментом мы увидеть этого не можем. Вот. Ну и, собственно, с этим тогда все. И сегодня вот эта новая тема про анализ в расширенной электронной торговле. А скажите мне сразу, кто работает с расширенной электронной торговлей? У кого настроено? Раз. Раз. Два. Полтора. Два. Хорошо. Хорошо. Окей. Хорошо. Я тогда сейчас более подробно... Ну, вам мы уже рассказывали про вот эту расширенную электронную торговлю, я все равно немножко расскажу, чтобы мы находились все в одном понятийном поле, что это такое и зачем это нужно. По-моему, этот слайд я показывал еще на первой лекции, если я не ошибаюсь, но, тем не менее, он не теряет своей актуальности. Если у вас настроена обычная электронная торговля, то у вас фактически только вот этот кусок из всей этой истории, которую мы можем собирать внутри Google Analytics о качестве взаимодействия, о том, как пользователи взаимодействуют с вашими продуктами на вашем сайте до момента совершения покупки. То есть, раньше мы видели, что они купили или не купили. Точнее, мы не видели, что... Ну да, мы видели, что они... А? Ну, да. Если быть предельно точными, то да. Хотя, в зависимости от рынка, если это Америка, то все-таки это купили или не купили. Потому что там нет этой истории, что я заплачу курьеру на вам. Вот. Там обычно вот это карточки и все такое. Если это наш рынок, то да. То это скорее вот оформили некий заказ или не оформили. Если мы же реализуем расширенную электронную торговлю, то у нас возможности по анализу того, как пользователи покупают, сильно больше. У нас есть информация по тому, как пользователи изучают информацию до момента того, как они попадают на карточку товара. Читают карточку товара. Мы можем отслеживать, как они взаимодействуют с этой карточкой товара. Как они нажимают на кнопку добавить в корзину. Как они переходят на корзину. Если у нас большая корзина, это не один шаг. Как они проходят по каждому из шагов корзины. Если там есть разные варианты в каком-то из шагов корзины и разные возможности выбора в каждом из шагов корзины. Например, возможность оплаты. У нас может быть нал, карточка и там PayPal, например. Соответственно, мы можем также передать ту информацию, где пользователи, как часто пользователи выбирают тот или иной способ оплаты. Это может быть в 30% PayPal, в 20% карточка, а все остальное налом, допустим. Мы это можем тоже увидеть. Мы можем увидеть, что пользователи у нас заказывают. Причем самое интересное, что так как расширенная электронная торговля это часть, по сути, вот этого нового Universal Analytics, но он уже давно не новый, конечно, но в отличие от классического. Поэтому для него доступен менеджмент протокол. И мы можем передавать информацию вот о этом событии откуда-нибудь еще, например, CRM, CRP, с Google Spreadsheets, с Google Analytics. И тогда вся вот эта история у нас будет на сайте, а вот эта история у нас будет из CRM. И вот это тоже один из больших плюсов самой расширенной электронной торговли, в том, что мы можем собирать с разных частей факт прохождения пользователя, факт принятия пользователя решения о совершении транзакции. Мы можем анализировать в том числе сопутствующие товары, мы можем делать ремаркетинг на каждый из этих шагов. То есть если мы это дело вообще зафиксировали, что он нажал на добавление корзины, или что он убрал из корзины какой-то товар, мы можем это событие выделить, сделать из него сегмент и сделать на него ремаркетинг. Ну или проанализировать, а потом сделать ремаркетинг. Именно на ту аудиторию, которая удалила из корзины больше, чем один товар, например. У нас есть возможность отслеживать, вот тут написано «бестселлеры» и «внутренний поиск», что имеется в виду. У нас есть возможность отслеживать эффективность разных мест на сайте, где у нас публикуются тизеры товаров. Под тизером товаров я имею в виду картинка, текст, после нажатия на эту картинку с текстом мы попадаем на карточку товара. Или у нас может открываться попап с более подробной информацией о товаре. Соответственно, у нас на сайте есть много разных мест, где у нас расположена эта информация с тизерами товаров. Это может быть главная страница и блок «Самые новые поступления». Это может быть карточка товара, и блок с этим товаром также покупают, или вы смотрели с этим товаром. Это может быть корзина, и в корзине блок, ну, тоже, допустим, с этим товаром также покупали, например. Это может быть «внутренний поиск», это может быть наш основной каталог с какой-то структурностью со своей, это может быть много разных мест. И фактически, если мы не реализуем расширенную электронную торговлю, мы наши UX-ры придумали, UI-щики нарисовали, программисты все это внедрили, поверстали, и мы думаем, что оно все классно работает. Но фактически мы даже не знаем, как оно работает, эффективно оно работает или неэффективно. А раз так, то мы, не видя это, можем где-то терять деньги, просто потому что мы не видим, эффективно ли это место размещения наших тизеров или нет. Ну, например, на карточке товара у нас расположен внизу вот этот какой-то блок, вот непонятно, хорошо он работает или плохо он работает. Но внедрив расширенную электронную торговлю, у нас есть возможность это посмотреть. Ну и плюс, конечно, тестового аккаунта Google Analytics в том, что это там реализовано. Второй вопрос, на который хотел бы обратить ваше внимание, это про ресурсы, которые есть у вас. У меня возникает часто такая ситуация, что клиенты приходят и говорят, мы хотим расширенную электронную торговлю, давайте делать, все, у нас есть программисты, у нас есть там ресурсы, вот вам все ресурсы, только сделайте, потому что мы понимаем, что это классно и здорово. Но общаясь с клиентом-заказчиком, я выясняю, что у них нету специалистов, которые со всем этим шквалом информации будут работать. Ну, то есть есть там загруженный отдел маркетинга, в основном это размещение, там контекстная реклама, что-то еще. Ну, нету UX-специалистов, UI-специалистов, нету тех, кто может визуально какие-то штуки, может быть, даже есть дизайнер, но при этом он не юзабилити-специалист, и, в общем-то, все эти данные, которые, вот весь этот огромный объем данных, которые у нас есть, они, в общем-то, никак не смогут использовать. И объективно расширенная электронная торговля нужна нескольким группам специалистов. Если мы говорим о реальной работе, это могут быть, во-первых, UX-специалисты. Вот UX-серам эта информация очень полезна, потому что они, конечно, с одной стороны, работают с гипотезами, они там проводят пользовательские тестирования, садят людей, чтобы они прошли по каким-то сценариям. Это, конечно, все хорошо. С другой стороны, они могут какие-то вещи, большие вот такие зоны роста или провалы, дыры просто не увидеть в процессе этого тестирования. Это бывает часто. А внутри аккаунта Google Analytics настроены, расширены на электронной торговле. Мы это можем четко увидеть, что здесь у нас провал, и с этим надо что-то делать. Это могут быть специалисты, которые работают с продуктом. Это может быть продуктовый менеджер, например, в интернет-магазине. У них тоже могут быть разные, и, кстати, для них это тоже может быть очень важная штука. У них могут быть разные продукты, и они могут спрашивать у Google Analytics или у специалистов, которые работают в Google Analytics, очень много разной полезной информации именно в плане продвижения своих продуктов, позиционирования там. И вот мы чуть позже разберем. Плюс это UX-еры, продуктовый менеджер, ну, конечно, маркетинг. Мы видим, как пользователи выбирают. Мы видим, где пользователи отваливаются, с какого шага конкретно отваливаются. Если у нас есть много трафика, мы можем это дело учитывать. Мы можем взять группу, сегмент аудитории, который у нас отвалился именно вот с этого конкретного шага, и зная, что он отвалился с этого конкретного шага, с шага доставки, оплаты, чего-то еще, мы можем делать ремаркетинг на эту аудиторию. Собственно, если у вас нет ресурсов, если у вас нет у вашего клиента продуктовых менеджеров, если у вас нет в штате или хотя бы в близком контакте специалиста по UX, то всю вот эту работу по реализации расширенной электронной торговли дело достаточно бессмысленное, у вас будут данные, никто с ними работать не будет. И при следующем апдейте вашего сайта все это дело потрется, и, в общем-то, работа будет выполнена бессмысленно. Я с этим часто сталкивался, поэтому тоже обращаю ваше внимание. Мы с вами вот работали с тестовым вот этим сайтом DevTools, и, по-моему, я вам показывал уже вот этот интернет-магазин, чтобы напомнить, напомнить вам. Это GAA DevTools, и тут есть такой сайтик, называется он Enhanced, вкладочка Enhanced Ecommerce. Вот здесь есть какая-то информация, там бла-бла-бла про это все, и есть ссылка на, ссылка на вот этот тестовый интернет-магазин ViewDemo. И вот это типа как интернет-магазин. Что здесь важно? Важны вот эти маленькие i-значочки, нажав на которые, на каждый из них, мы увидим, какой код у нас должен отправляться для реализации расширенной электронной торговли через Google Tag Manager или без Google Tag Manager. Собственно, мы можем, если нам нужно реализовать расширенную электронную торговлю, мы можем прочитать справку и, как правило, с первого раза ничего не понять, что там вообще надо делать, как все это внедрять. Здесь есть такой вот костяк, общая схема. Здесь есть пару, конечно, ошибок, вы с ними столкнетесь в процессе внедрения, но в любом случае, как вот начало, это будет для вас достаточно хорошим стартом, для того, чтобы понять вообще, какой код, где нужно устанавливать. Поэтому пользуйтесь. И, собственно, что мы можем стандартно вообще отслеживать с помощью расширенной электронной торговли? Просмотр товара в списке и клик на товар в списке. Под списком товара мы подразумеваем какое-то логическое место. Например, блок с этим товаром также смотрели, в котором есть тизеры товаров. Мы можем зафиксировать, что пользователь увидел, то есть его видимую зону экрана попал этот тизер. Или, допустим, если там карусель, при нажатии на стрелку вправо появятся новые 3 или 5 товаров, и, соответственно, только в этот момент мы отправляем информацию о том, что пользователь посмотрел этот товар. Клик на товар в списке, собственно, он ее увидел, кликнул. У нас есть клик, у нас есть просмотры, у нас есть сети арт. Мы делим одно на другое, мы видим эффективность уже с точки зрения кликабельности после того, как он увидел. Какие-то места размещения могут быть более эффективны, какие-то могут быть менее эффективны. Какие-то товары в списке могут иметь, там, не знаю, более красивые фотографии, а не более кликабельные. Какие-то названия могут быть лучше и так далее. То есть у нас есть уже информация по принятию решения. Просмотры карточки товара мы можем увидеть, что он не просто кликнул, но и перешел непосредственно на карточку товара. Добавление в корзину, удаление с корзиной, что он перешел на корзину, что он двигался по корзине, купил, что он вернул деньги и несколько отчетов по внутреннему маркетингу. Это действия, которые мы фиксируем. У каждого из этих действий есть еще параметры. То есть каждое действие подразумевает какое-то количество параметров, которые мы также передаем в Google Analytics вместе с передачей этого действия. Если мы говорим про смотр товаров в списке, мы можем передавать информацию, что это было за товар, его цену, количество товара, нет, количества здесь нет, его цену, бренд, категорию, пяти уровней вложенности. Достаточно много разнообразной информации. Собственно, да, много разнообразной информации. Вся эта штука находится в Google Analytics. Вы можете в тестовом аккаунте Google Analytics это увидеть, в разделе конверсии, электронная торговля. Если у вас в ваших отчетах нету, в ваших аккаунтах не гугловым, нету вкладки анализ покупок, вот этой, ну ее не очень хорошо видно, но она так и называется, шоппинг, по-моему, анализис как-то так, то значит у вас стоит обычная электронная торговля, а не расширенная. Для того, чтобы включить расширенную электронную торговлю, вам нужно зайти в администратор и там на уровне каждого конкретного представления нажать на электронную торговлю и повключать галочки. Ну это первая часть, вторая уже передать данные, необходимые для того, чтобы... Ну первая часть, конечно, сильно проще, чем вторая. Вторая, конечно, посложнее. Собственно, как только мы все настроили или открываем тестовый аккаунт, у нас есть возможность видеть там дашборд такой общий, и здесь много разной полезной, наверное, информации, но мы будем детализироваться, поэтому здесь, в общем-то, особо останавливаться не будем. Собственно, первый отчет, который здесь есть, это отчет по эффективности списков товаров. Пример. Смотрите. Это живой интернет-магазин. Один из... Настоящий интернет-магазин. У них есть несколько разных мест, где отображаются товары. И у них есть блок. Также рекомендуем. Блок просматривается. То есть много народу смотрит товары в этом списке. И какие-то клики там есть. Но мы смотрим, 2,200 кликов, ну, наверное, ничего. Считаем CTR, смотрим, что CTR у нас здесь 0,3. А у, допустим, какого-нибудь соседнего блока, там, какая-то литература, в три раза больше, даже больше, чем в три. Один процент. И, казалось бы, так же рекомендуем. Тем более, если это книжки, да, если это книжки, то так же рекомендуем. Но книжки обычно по одной не покупают. Покупают там 2, 3. Ну, кстати, мы это тоже можем легко проверить. Среднее количество покупок на... Предположим, у нас книжки покупают не по одной в этом магазине. И, соответственно, так же рекомендуем, если алгоритм, который подбирает вот эти товары, вот эти книжки вместе с той книжкой, которую вы смотрите, хороший, если он подбирает хорошо, то кликабельность этого блока должна зашкаливать. Потому что он после долгого, там, сложной категории, там, нашел книжку, которая ему интересна. И, соответственно, мы ему еще облегчаем и помогаем дать еще какие-то товары, а еще какие-то книжки, которые также могут быть ему полезны. Вопрос о алгоритме. Здесь фактически это реализовано так, что пользователи почти не покупают. То есть не заинтересовываются тем выбором, который наш алгоритм, вот этот подбора похожих продуктов им дает. С другой стороны, у нас есть поиск, и у нас есть какой-то основной каталог книг. Мы видим, что количество пользователей, которые просматривают, точнее количество фактов просмотра того и другого, примерно одинаково, там, 90-95-1989. Но кликабельность отличается в разы. Ну и в процентах мы тоже можем видеть. Мы видим, что поиск кликабельный 5%, и, в общем, это достаточно много. А каталог книг основной, вроде как основной инструмент, который должен быть нам, должен помогать пользователям находить то, что им надо, только 0,26. Сравнимо вот с этим также рекомендуем. Отсюда законный вопрос. Почему? Как? Как? Это неудобный интерфейс сайта, и человеку проще класть перейти. Да, да. Я думаю, что это нормально, потому что в каталоге много книг, в юге считают, а переходит человек на зону. Может быть. Ситуация плохая. Да. Мысль, которая возникает у меня. Есть проблема. Если вот этой всей информации нет, мы не знаем. Мы видим просто транзакции. Мы смотрим эту историю, мы видим, что вот здесь, возможно, есть проблема. Может быть и нет. Может быть, действительно, каталог это немножко про другое, и оно так и должно быть. Но с блоком также рекомендуем, тоже большой вопрос. Почему так? Почему у нас такой маленький коэффициент? Возможно, есть проблема. Просто сравнивая разные списки между собой, мы понимаем, что вот здесь хорошо почему-то, а здесь почему-то сильно хуже. Вот почему. Мы можем задуматься над этим, и мы можем сформировать какую-то гипотезу, почему так у нас происходит, и сделать АБТ-тест. Хорошая гипотеза. Может быть. Конечно. Нам нужно понимать контекст, нам нужно понимать, как устроен наш магазин. Может быть и так. И тогда это нормально. Тогда это хорошо. То есть там книжки едут вообще внизу, а сначала у нас 5 уровней вот этой вложенности. Может быть и так, и тогда здесь нет проблем. Но если мы просто посмотрев на эту цифру, смотрим, как же у нас вообще это происходит, и понимаем, что по идее так быть не должно, а так есть. Дальше мы можем сделать АБТ-тест, сделать два разных варианта, скажем, этой карточки, ой, не карточки, этого каталога, или там поменять что-то. Причем мы можем сделать достаточно за небольшие деньги, условно воспользовавшись Visual Website Optimizer'ом, или вот вышел, если вы еще не подписались, подпишитесь. Google Optimize, новый инструмент, который появился вот-вот недавно. Собственно, даже я вам сейчас покажу. Вот он, Optimize Google.com, и он пока у меня недоступен. Вот он говорит, что он скоро, но они в релизе пишут, что в этом месяце всем отправят доступ. Вот если вы сюда свой email введете и запросите invite, то вам, по идее, в декабре еще должен прийти инструмент. Прелесть инструментов заключается в том, что, если вы не работали с Visual Website Optimizer'ом, в том, что там есть визуальный редактор. Визуальный редактор, с помощью которого без знания HTML, CSS, JavaScript, вы можете зайти, поменять какие-то блоги, что-то, блоки, текст, картинки, прямо в редакторе перетащить, поменять и запустить тест. Не, ну вот Visual Website Optimizer работает то же самое, точно так же. Но прелесть еще Google Analytics в том, что он будет, вот, Optimize, там, бесплатен в какой-то обычной версии, и в 360 он будет, там, за какие-то деньги. Но в обычной версии, и даже в обычной версии, он будет интегрироваться с Google Analytics и с теми данными, которые там есть, включая сегменты. То есть мы можем… Да, они есть, но если вы нажмете, то, скорее всего, у вас еще нет доступа. Ну, то есть сейчас какая-то бета, я так понимаю, что происходит. Ну, у ребят из Ovox уже есть, ну, понятно. У меня еще нет. Вот. Да, оно там потихоньку появляется, и скоро уже у всех появится. Вот, соответственно, вот у нас есть гипотеза, мы ее построили, открываем Google Optimize, VVO, там, что-нибудь еще, и спокойненько делаем себе тест. Смотрим, стало лучше у нас по вот этому показателю или не стало. Стало лучше, соответственно, мы большему числу пользователей дадим возможность дойти до конца воронки. И, соответственно, вот если… Это же по сути воронка. Посмотрел, кликнул, добавил в корзину и пошел дальше вот это покупать. Соответственно, вот этот показатель потенциально может привести к увеличению этого показателя, может привести к увеличению вот этого показателя. То есть количество покупок, которое было осуществлено с суммами. Может и нет. Мы можем это проверить, сделать тест, померить и посмотреть. И если у нас все хорошо, в таком случае, улучшив качество взаимодействия с одним списком товаров, мы на выходе можем получить большее количество денег, которое бизнес получит, потому что большее количество пользователей дойдет до самого конца воронки. То есть мы видим узкое место, мы его расширили и посмотрели, прошли они или не прошли. Что здесь еще интересно, так же рекомендую. Ну, наверное, все из прям интересного. Так, об этом я сейчас скажу чуть позже. Собственно, да, мы можем отвечать на всякие каверзные… Ой, слышно? Или поправить? Да. Мы можем отвечать на всякие каверзные вопросы, которые нам задает отдел маркетинга, или мы сами себе задаем. Какая категория товаров наиболее популярна в продажах на Facebook? Причем, так как внутри Google Analytics с Enhanced Commerce у нас есть 5 уровней вложенности категории. По-моему, где-то у меня даже был скриншот про это. Где-то далеко. Ну вот, это Google Analytics не этого магазина, если что. Это просто пример. Например, уровни вложенности. Мы с вами говорили про уровни вложенности в Custom Dimensions, что мы можем посмотреть. Но это была частная задача. Но по-хорошему мы можем это реализовать, в том числе в Enhanced Commerce. И тогда у нас вот эти уровни вложенности также будут. Категория товаров уровень 1, 2, 3, 4, 5. Типа, главное, ну мы не берем категорию, она у всех одинаковая. Там первый Apple, потом Mac, потом MacBook. Вот, соответственно, у нас тут 3 уровня вложенности. То есть, может быть, ну 5 это прямо какие-то очень большие торговые магазины, где их 5. Скорее всего, вам нужно будет меньше, чем 5. Раз вы вот все это дело видите, тогда вы можете посмотреть... Так, где у нас было? Да, какая категория товаров, причем любая из этого уровня вложенности, наиболее популярна при продажах на Facebook? Ну, я имею в виду, что мы делаем какую-то рекламу Facebook, у нас идет трафик. Причем мы можем смотреть, насколько они заинтересовались в каких-то продуктах и как они взаимодействовали с этими продуктами после того, как они перешли с Facebook. И насколько они купили. Может быть, они классно начинают взаимодействовать с карточкой товара, но плохо покупают аудиторию из Facebook. А раз так, мы можем что-то с этим сделать. Если мы увидим такую ситуацию, тот же самый поп-ап. Именно для этого сегмента аудитории сделать или поменять сообщение, или там что-то с этим как-то придумать. А на разные уровни вложенности, в разных таблоках можно подать разные параметры, где-то бренды, где-то съели игры? Конечно, конечно. И как это направление по заработке данных? Ну, почему? Мы можем просто взять и сделать кастомный отчет, где у нас будет все эти уровни вложенности. Ну, там не все, допустим, три основных первых. Три или четыре основных. И посмотреть на характеристики по окупаемости. Вот Flat Table, но с данными из расширенной электронной торговли по уровням. И тогда каждый уникальный набор вот этих уровней вложенности будет нам показывать характеристику, и мы увидим по проценту, где у нас хорошо или плохо. Последний уровень, он везде разный. Это вроде третий или четвертый, может быть, не даже по последнему уровню вложенности. Если он разный. Внутри Google Analytics, по-моему, нет, но нам никто не мешает все это дело выгрузить и сегментировать так, как нам необходимо. Но, скорее всего, вы, если будете действительно решать такие задачки, в интерфейсе Google Analytics решать их не будете. Вам нужно будет выгружать куда-то в Google Docs, и там уже все это преобразовывать, делать таблицы, что-то с ними делать и уже принимать решения. Но у нас как минимум есть данные, потому что раньше у нас данных не было. И мы вот эту ситуацию даже не видели, хотя она могла у нас быть. У наших клиентов даже сейчас такая ситуация может быть, что есть какой-то блок, и мы придем к клиенту и скажем, после того, как мы эту ситуацию увидим, что, блин, ребята, вот если вы сейчас вот этот блок поменяете на, там, retail rocket, помните, ребята, называется, на retail rocket вы просто с ничего увеличите себе прибыль. Вот retail rocket, по-моему, не занимаются тем, что они на основе, там, какого-то алгоритма подбирают товары, которые нужно показать в блоке также рекомендуем. Вот, и берут за это деньги. Вот, ну, мы можем там взять какой-то другой алгоритм, мы можем потратить ресурсы на то, чтобы эту ситуацию улучшить. Мы знаем, сколько продаж получили от последней рассылки, давайте узнаем, сколько просмотров, ну, вот то же самое, да, примерно. То есть мы можем посмотреть не только с точки зрения покупок с этой рассылки, но и как пользователи еще до момента покупки взаимодействовали. Может быть, нам нужно, если мы как-то наши рассылки сегментируем, может быть, нам нужно там не все рассылки отправлять, либо не этому сегменту, а уменьшить еще на более мелкие части, разделить нашу рассылку на более мелкие сегменты и для каждого из сегментов посмотреть, как они будут взаимодействовать еще до момента покупки. Может быть, это даст нам какой-то ответ и какое-то решение. Ну, собственно, давайте тогда поделаем. Очень простая задачка. Нужно дать ответ на вопрос, какая категория товаров за последние три месяца имела больше average price при переходе с платной рекламы и количестве уникальных покупок больше ста. Для того, чтобы решить эту задачку, вам нужно найти метрику, где у вас будет категория товаров. Дело это находится, по-моему, product list performance, если я ошибаюсь. Нет, product performance. Да, вот отчет вам нужен, product performance. Вот такой. Ну и возьмем последние вот эти три месяца. Сколько у нас этого? Перерыв? Уже. Уже? Ну, хорошо, сделаем. Есть там вопросы какие-то? Да, есть что-то. Для тестового аккаунта. Ну, с предыдущим заданием у кого-то что-то не получилось. Потому что Микелямзелло, мой просто самый активный слушатель в YouTube трансляции, когда Микелямзелло, у вас, скорее всего, GA двоеточие source medium, а не mcfee двоеточие source medium, как должно быть. Это первое. Второе, посмотрите на пробелы и посмотрите на то, чтобы не было перевода коррепки, то есть не было интера после того, как вы указали этот параметр. У вас все должно получиться. То есть на гуглском аккаунте не получилось, но в своем не работе. Да-да, на гуглском аккаунте не делайте, потому что у вас скоро портинг API недоступен для гуглского аккаунта, к сожалению, или к счастью. Сложно сказать. Ну, там немного, да. Да, можно я посмотрю? Там их, по-моему, две, но одну... Да, да, все верно. Фильтр? А, фильтр? Ты мне так веришь? Да, конечно, ты же вот это первый все стол. Там себе не верит. Как? Категория. Нет названия продукта. Продуктовая категория. Категория товаров? Категория товаров, да. А это, по-моему, название продукта у вас? Так и есть категория. А фильтр? Смотрите, с платной рекламы при количестве уникальных покупок больше ста. Это важно. Но важно. Нужна моя помощь кому-нибудь? Что-то, да. Да. Секундре. А я всегда сегментирую. Можно и так. Я думаю, что это максимум, а только на 5, на 10. А параллель? На 10? А. А вот я их выбираю на камеру, чтобы больше ста. Три месяца? За три месяца, если отчеркивать рефералов, органики, дистаня. Получается, самое большое, 22. Это продукт, а не продуктовая категория? Смотрите, у вас здесь продукт. А если чуть выше вы отмотаете, у вас есть продукт категория. А, вы видите? Угу. Вот, другое дело. Только посмотрите, фильтр у вас что-то не так. Там должно быть все две позиции. Да-да, сюда. Здесь source-менюм должен быть. Получилось? Да. Да? Да. Получилось? Так. Хорошо. Давай фильтр. Так. Супер, да. И второй еще параллель у вас какой-то должен быть. Платная реклама. Да, второй. Саша, смирим. Угу. А, спасибо. Да. Окей. Да. Так, хорошо. Давайте тогда я покажу, как это нужно сделать. Что мы делаем? Мы заходим в этот отчет про product performance, product category. И вот у нас есть какие-то, значит, вот эти категории. Идем в фильтр и выбираем сначала… Не добавил. Source medium. Идем в фильтр, выбираем Source medium. Помним, что у нас CPC и CPM, как платная реклама и количество уникальных покупок больше ста. Там разница между первого и второго и второго? Никакой. Выбираем три месяца. Это просто как бы разные наборы. Это одинаковые метрики в разных наборах. Видите, здесь две вкладочки. Summary и Shopping Behavior. Там одинаковая метрика есть и там, и там. Поэтому она и здесь доступна и там, и там. Ну и, собственно, смотрим. У нас всего два варианта. Первый – это Not Set. Второй – это вот этот Apparel. И Apparel победил. 24-63. Вот. Хорошо. Перерыв. Как обычно. 10-15 минут. И вернемся. Я обнаружил, что у меня много конверсий. Как это называется? Через 30 дней это не решается. По сейдуманным конверсиям. Там, где… Паймлак. Паймлак. Да. Время. По ним. Разбитый. Да. Я… Сидится. Паймлак. Да, да. Паймлак. Паймлак. Да. Паймлак. Паймлак. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Мы дали ответ на вопрос. Идемте дальше. Собственно, эффективность позиции товара. Наверное, объективно это очень полезная штука. для крупного бизнеса для среднего мелкого если мы даже внедрили с такой нас и нас есть ресурсы для работы с этим инструментариями с этими данными то вряд ли мы какую-то ощутимую пользу с этого дела возьмем в чем суть в том что вот эти тизеры товаров которые у нас есть они же в каком-то порядке первая позиция 2 3 4 5 если мы промотали если это слайда 6 7 8 9 так далее мы понимаем в принципе что зависимости от какой-то позиции товара он будет более покупаем или менее покупаем мы понимаем что наверное первая позиция каждый первый в блоке так как люди читают получается с лево сверху вниз вправо да то вот те что будут выше влево и сверху они будут более видимыми соответственно более кликабельными соответственно более покупаемым но здесь пример вот здесь видите у нас там вы 98 процентов дохода с первой позиции который у нас отображается и все эти жалкие два процента со всего остального если мы откроем гугловый магазин здесь у нас ситуация чуть-чуть по-другому это в тизере товар но вот если мы откроем допустим вот этот магазин то вот это первый товар вот это второй третий четвертый пятый шестой седьмой да в любом причем смотрите вот это как бы один логический список товара вот мы мотаем 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 вот это там 9 или 12 какая-то а вот это второй логический список и вот это первое в этом списке 1 то есть это не не 13 а первое уже в этом конкретном списке хотя на странице у нас может быть а что имеется ввиду что значит от минусовать мы можем либо исключить либо фактически если мы правильно реализуем расширенную торговлю то вот в этот момент вот предположим я сверху вниз мотаю у меня появились вот эти товары и только вот сейчас у меня появились им про шансы по вот этим товаром они сразу все появляются на момент попадания вот этого тизера товара на карточку видимую область экрана это как правильно реализовать потому что фактически если при загрузке странице у нас появляется все все товары не факт что он докрутил а в таком случае если мы будем пушить вот этот товар в момент когда он появился видимо области экрана дам нам ну и минусовать особо не надо верхние потому что мы знаем что он уже дошел до этого дела и то есть вот он искал 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 домотал и вот здесь он уже может принять решение нажать ему на это или не нажать может быть или нет если мы возьмем вот этот гугловый магазин и посмотрим насколько как там распределяется зависимость позиции от дохода которые мы получаем то здесь не так все очевидно как там и здесь мы видим что она размазана вот до 7 позиции более-менее равномерно но это просто разные бизнесы и то что применимо там не применимо здесь и наоборот поэтому те данные которые у нас в нашем конкретном бизнесе у нашего конкретного клиента может быть другие соответственно здесь мы видим что даже второй вторая позиция более эффективна чем первая позиция нашем товаре может быть как конечно вопрос кривости внедрения но будем надеяться что нет и все там хорошо внедрили тогда вот это интересно что вот эта позиция более принесла больше денег но при этом она допустим принесла принесла меньше меньшее количество транзакций нежели чем первая позиция вот здесь 5 95 процента количество транзакций здесь 739 тогда получается интересно если у нас есть какие-то товары группы товаров или мы маркируем как-то товары в наши серым и мы попросили cms мы попросили наших разработчиков чтобы у нас была возможность маркировать наиболее интересные для продажи товары то мы можем формировать вот эту выдачу не по умолчанию не по алфавиту не по названию артикля или не потом дате добавления а по какому-то другому принципу внутри этой в этом внутри этого списка товара и если мы будем совать первыми условно товары которые нам более интересно продавать а это может быть разные истории это может быть у нас этот товар может быть больше на складе это может быть большая маржа на этот товар это может быть еще какие-то но истории почему этот товар нам более эффективно продавать если мы будем пихать именно эти товары более первыми можем как минимум увидеть насколько это приблизит нас к увеличению прибыли с этого списка товаров и вообще в целом прибыли или нет. То есть у нас есть с одной стороны характеристика, с другой стороны возможность этим управлять. Да, реально это даст вам какую-то ощутимую прибыль в случае, если у вас большой объем этих товаров, если у вас не очень большое количество просмотров, то то, что вы местами это поменяете, стоимость разработки у вас там полторы тысячи долларов в это, а здесь вы по 50 долларов в месяц зарабатываете благодаря вот этой возможности. Конечно, это не будет иметь смысл. Если же у вас достаточно большой объем дохода и вы понимаете, что это потенциально может принести вам прибыль, это тоже одно из решений, которое позволяет вам улучшить что-то. А если мы фильтруем товары, то есть это уже не работает? Например, мы играем там, например, только желтые футболки, он нам только желтые собрал, да? И уже, соответственно, месташки поменялись, правильно? Конечно. Здесь как вообще тогда? Ну, во-первых, прелесть Enhastic Commerce, ну, даже не Enhastic Commerce, в том, что мы можем факт взаимодействия с фильтром и те параметры, которые мы в фильтре выбрали, тоже передавать в Google Analytics. Причем, в зависимости от того, какое количество у нас фильтров, какое количество разных категорий, внутри которых свои фильтры, мы можем, если у нас их немного относительно, мы можем в таком случае передавать, как название списков вот этих. у нас будет список, который будет называться каталог, отфильтрованный от цены, от меньшей к большей, или каталог, отфильтрованный, или какая-то категория, отфильтрованный от этого, от этого. Ну, допустим, там 4 разных варианта всего. Их проще тогда будет добавить, и в таком случае мы можем для каждого из этих вариантов тоже видеть. Ну, опять же, мы можем при разработке это учесть. Тогда это будет не полторы, а две с половиной, допустим. Ну, то есть какие-то другие деньги. Вот, поэтому все вот эти истории разные можем учесть и, соответственно, что-то с ними поделать. Но, опять же, чем глубже мы сегментируемся, тем больше у нас должно быть трафика для того, чтобы все это делать, ну, трафика и продаж, чтобы все это дело у нас укупилось. Мы с вами чуть позже будем разбирать воронки, которые есть внутри Google Analytics. Но даже в текстовом формате, у нас тоже в табличном, у нас есть воронка. У нас есть продукт, сколько его людей смотрело, сколько кликнуло, сколько CTR одного-другого, количество добавлений. Какие-то цифры дурацкие. На тело лучше открою вам. Вот здесь. Уникальные покупки, да. Выполнены на просто один чай, может, там, два купить, да, уникальные. Да. У нас есть товары. Так, равеню. Не-то открыл. Не-то открыл. Shopping Behavior. То есть, вот это фактически ваша воронка. Вот 6 миллионов посмотрела, 130 тысяч кликнула, 134. 40 добавила в корзину, 6 удалила из корзины. Тоже достаточно важно, почему так происходит. 31 тысяча из этих 40 у нас пошло в чекаут, как-то там прошло и купила 12 тысяч. Тут уже видим, что что-то не так, что у нас 40 тысяч добавил, это 31 тысяча пошло в чекаут и 12 из них купил. То есть, у нас вот здесь отвалилось сколько там, 19, там, 18 с чем-то тысяч. Много. Больше, чем было вообще покупок. Мы можем это в сегментах все дело смотреть, как у нас это дело происходит и выделять аудиторию. Но мы можем и с другой стороны посмотреть. Может быть, дело в каких-то продуктах. Пользователи начинают покупать продукты, но в какой-то момент понимают, что им эти продукты не очень нужны. Ну, вдруг. Может быть, там, что-то не так с самими продуктами, с категориями. Поэтому у нас есть еще две таких характеристики basket to detail rate и buy to detail rate. Тоже важные характеристики. Они фактически показывают нам, насколько вот в данном случае продукт, или мы можем то же самое по категории продуктов смотреть, насколько карточка продукта интересна пользователям с точки зрения в добавлении в корзину. То есть, насколько люди мотивированы добавлять в корзину продукт на этой карточке. То есть, по сути, вот 29% это соотношение добавления в корзину к просмотрам карточки товара. И если бы у нас все это было, все это дело было распихано, ну, общая цифра, там, вот у нас 20-30%, ну, нам не о чем не говорить 30%, хорошо или плохо, да. А вообще добавление товара не из карточки товара, а из сопутника при заказе, дополнительные предлагают, что... Да, ну, если мы это... Как мы реализуем? Мы можем... Да. Если мы все правильно реализуем, мы учтем каждый сценарий добавления в корзину в поп-апе, с каталога. Но при карточке товара оно было добавление. Да, да, почему нет? Может быть и такая ситуация. Или же при добавлении товара в корзину мы можем передавать информацию о том, что был просмотр. То есть у нас одновременно будет не один ивент уходить add to cart, а detail, add to cart и product click. Сразу все три. Может быть... Ну, такое решение тоже имеет право на жизнь. Вот. Либо мы можем это отдельно отправлять и этот продукт с каталога, но не с карточки товара, маркировать как-то отдельно каким-нибудь хитом Custom Dimensions типа хита и потом делать сегмент. Вот у нас есть один сценарий, что он пошел на каталог, нажал на detail на карточку товара, потом добавил... Это один сценарий. Мы посмотрели, есть ли у нас здесь проблемы. И второй сценарий, что он с каталога прямо добавил в корзину. Может быть, второй сценарий. То есть мы можем здесь тоже сегментировать и играться с этим. И что мы здесь видим? Мы видим, что вот у нас есть товар Google 22 ОЗ какая-то бутылочка, что вот у нее 79% вот этот basket to detail rate. То есть количество пользователей, кто добавляет в корзину с этой карточки товара сильно более эффективнее, нежели чем с наших соседей, нежели чем вот с этой штуки какая-то там камера. Может быть, это просто разные... Ну, вот лучше практики. Вот. Тут 42, здесь 7, 79. Большая разница. Почти в два раза. Почему так происходит? Хороший вопрос. Может быть, здесь у нас классное описание или есть какой-то уникальный элемент, например, видео про эту бутылку или 3D отсканированное фотографии, 3D вот этой бутылки, ее можно покрутить, повертеть. Людям проще принять решение о покупке этого конкретного товара. Может быть, дело в карточке товара, может быть, в продукте. Но здесь как минимум стоит обратить на это внимание, что у нас такая большая разница с этим. Может быть, мы, поэкспериментировав с какими-то категориями, добавляя какой-то другой контент, более того, наймем двух копирайтеров, которые разный контент напишут. Вот здесь мы можем смотреть эффективность этих копирайтеров, кто из них более эффективен с точки зрения мотивации этого контента, который они напишут в покупку. И вторая характеристика buy to detail rate. Это покупка к просмотру товара. Это, примерно, то же самое, что в добавлении в корзину, но уже про покупку. Насколько карточка товара мотивирует пользователя уже и купить. И вот сравнивая вот эти две характеристики, очень интересно смотреть, какие-то взаимосвязи, есть ли они у нас вообще или нет. Вот мы видим, что с этими сачками 42, а, ну, здесь тоже большая разница. 35. По-моему, такая тоже метрика есть, а если нет, у нас есть калькулятор метрик, зима, можем ее сделать. То есть здесь мы можем смотреть, по сути, на другую сторону со стороны уже эффективности карточек товаров и самих товаров, насколько они мотивируют пользователя чего-то купить. У нас могут быть два одинаковых товара. Или мы можем взять одну категорию с похожими товарами, с теми же самыми футболками и увидеть, что у нас желтые те же самые футболки, вообще все желтые футболки более мотивируют пользователей покупать, нежели чем зеленые футболки. Или для какого-то определенного сегмента, для тех людей, кто у нас пришел там с Mountain View, например, с какого-то города. Собственно, еще пару вопросов, которые мы можем задать. какие рекламные кампании приводят к наиболее эффективным продажам свитеров XXL размера. Причем как продажам, так и вот с историей до продажи, просмотра карточек товаров, добавления в корзину, эффективности того или иного. Какие бренды лучше всего продаются при продвижении через платную рекламу в поисковиках. Домашнее задание будет дальше. То есть фактически у нас есть возможность задавать какие-то еще более хитрые вопросы ко всей этой истории. Или другой взгляд на продукты. Мы посмотрели, как они проходят, карточку товара. Ну а здесь достаточно стандартные штуки, которые позволяют нам увидеть, сколько всего денег мы заработали, количество, там средняя цена, среднее количество и все такое. Сумма возврата. Вот как у них все хорошо. То есть это в принципе то же самое, что мы с вами уже видели, только не по категориям, а по конкретным продуктам. Ну и категорийность. Категорийность у нас аж 5 уровней вложенности. И все то же самое, что мы с вами увидели по продуктам, мы можем увидеть по всей категории. С теми же самыми доходами, уникальным покупок, количеством покупок и вот этими рейтами. Да, какие вопросы можем задавать, какие товары чаще добавляют в корзину, но не так часто покупают и почему это происходит. Очень хороший вопрос. Причем добавляют в корзину, а потом еще и удаляют из корзины какие-то определенные продукты. Почему так может происходить? Мы можем построить гипотезы, если мы увидим такую ситуацию. Ну вот какие товары вот здесь будет кстати задание. Какие товары или категории товаров настолько популярны, что пользователь совершает покупку практически каждый раз, когда видит этот товар. Это вообще интересная информация. Вот он зашел и сразу купил. Причем в 100%. Давайте попробуем найти в аккаунте Google. Или нет? Давайте попробуем поискать. Да, мы можем вот это загрузить через импорт данных геоинформацию пустыни, есть ли пустыня в этой стране или нет и проверить эту гипотезу. Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужен один из показателей, о которых я вам уже говорил. Это buy to detail rate. Чем он выше, тем больше у нас вот эта история. То есть в продуктах нам нужно найти этот buy to detail rate и применить фильтр по покупкам в отчете product performance. Иня, ты вот эти с 50 покупок, количество уникальных покупок больше, чем 50. черт, у меня 100 было ровно. У меня было ровно 100. Кто больше? ну, видимо, это он, да. Как он называется? Ballpoint stick pen. Да, он подняется. Да? Просто разные даты. Ты убираешь, из-за какой-то большой период. Дагпоин. 306. Да, вроде он. Да, там много историй, может быть, разных. Ну, к сожалению, там... не, у меня вот 100. Потому что надо ровно. Stick pen 4? С 1 сентября. Да. У меня получился stick pen 4 pack, да. Ballpoint. мы можем еще вот это поиграться. А здесь... Да, если 5 тысяч для убрать, то ровно 100. Да? А, ну вот... Так, да ладно. Какой хороший интернет-магазин. Что-что? Какой хороший интернет-магазин. Да, очень удобно. Вот, соответственно, вот мы нашли товар, странный, конечно, товар, который вот... Было 67 покупок при 67 product add. Кстати, интересно, почему? Потому что 156 check-outs был. Тут, скорее всего, просто не сработал код. Вот здесь. Поэтому такие красивые цифры у нас вышли. Видите, у нас было 156 check-out и 67 detail, и 55 от 2 basket. Скорее всего, вот где-то здесь была ошибка. Нет, работал. Либо мы можем посмотреть этот товар по количеству. Хотя нет, это уникальные покупки были. Интересно. Да, ну тут какая-то бага явно. Но в любом случае, если у нас не 100%, а, допустим, даже 59, как для второго, то здесь тоже интересно. Здесь тоже какая-то ошибка. Черт, 128. Вот. Вот у него 190 и 158. Явно меньше. Хотя тут 104. Оставим мы интернет-магазин Google. И если мы обратимся вот к своему какому-то интернет-магазину и если мы настроим там все правильно, то тогда те данные, которые у нас будут, если мы можем им верить, тогда мы сможем принимать по ним какие-то решения. Мы нашли какой-то продукт. Идем к продуктовому менеджеру и говорим, смотрите, у нас такое есть. Давайте это поставим на главной странице и будем использовать в маркетинге, в наших рекламных сообщениях. И там можно уже играться достаточно много. Да. Та же самая история по дням, которую мы с вами уже, по-моему, разбирали и делали костальные отчеты. Но с точки зрения просмотров здесь мы делаем с точки зрения покупок. Причем мы можем вот это название дня недели смотреть с разбивкой по реальным покупкам и с разбивкой по заинтересованности перед покупкой. То есть мы можем фактически увидеть, насколько у нас аудитория и как наша аудитория взаимодействует в среду с какой-то группой товаров и как она покупает. Может быть, они не готовы в будние дни принять решение, а готовы принять решение на выходные. Но рекламу нельзя выключать в среду, потому что в среду они еще в процессе выбора. А в пятницу или в субботу они уже покупают. Например, для какого-нибудь там заказа или доставка продуктов. Я понимаю, что в течение недели я туда захожу и что-то собираю, но покупаю я в субботу или в пятницу вечером, когда у меня есть время, когда я могу спокойно сесть и там дособрать все, что мне надо, что у меня нет в холодильнике. Окей. Это я проговорил. Если вдруг данных у нас не хватает в расширенной электронной торговле, мы можем их расширить еще своими данными. В общем-то, не всегда это, конечно, надо, но для каких-то интересных гипотез это очень даже дело полезное. Вот мы с вами, я, по-моему, вам рассказывал вот это in-stock, out-of-stock. То есть мы фактически можем расширять это дело и с точки зрения товара, либо размера, цвета, либо купон или какой-то дисконт, связанным с конкретным товаром Metrics и Dimensions. То есть фактически мы можем какие-то дополнительные характеристики как самого товара, так и того, как он продается в интернет-магазине, передавать в Google Analytics и, соответственно, строить, проверять какие-то гипотезы. Как правило, наверное, вот на начальном этапе, когда мы все это настроим, нам это не нужно будет, но вот в процессе нашей работы, если у нас появилась какая-то гипотеза, мы можем это дело настроить в Custom Dimensions, проверить, получить какой-то результат и выключить эту Custom Dimensions, убрать галочку с активной, и потом, когда она вам снова понадобится, снова все это дело сделать. Вот, поэтому по умолчанию, скорее всего, нам это не очень понадобится. Скажите, а в ин-stock не из-за стандартной идет? Нет, стандартной такой и нету. Есть бренд, есть категория, есть вариант, есть имя, есть SQ, есть цена, есть количество, и все, больше ничего нет. Вроде, да. Вот, поэтому ин-stock это дополнительная характеристика, которую нам ее нужно добавить. Вот, ну, собственно, мы вот близимся уже к концу всей этой истории, но очень важная штука, это воронка продаж. Она визуализируется, и если раньше мы могли где-то в голове ее строить без расширенной электронной торговли, либо выгружать эти данные куда-нибудь, ну, раньше, в общем-то, настраивали и отслеживание эту карту без расширенной электронной торговли, и факт того, что пользователь зашел в корзину, и факт того, что как он там взаимодействовал внутри корзины, событиями, эту информацию, либо там, какими-то расширениями в Custom Dimensions с расширениями хита, мы это дело передавали. Но у нас не было вот этой красивой визуализации, то есть мы не видели, насколько, есть ли у нас вот визуально какие-то проблемы или нет. Но если здесь еще история не очень, черт, далеко, да, ладно. Причем у нас есть две таких истории, это про то, как он в целом проходит воронку с момента, как он зашел на сайт, и как он ведет себя внутри при оформлении заказа. Если у нас там больше одного шага, вот там мы можем тоже выловить какие-то большие проблемы. Мы когда с вами разбирали визуализацию последовательностей для целей Purchase Completed, мы видели, что у нас с корзины именно в самой воронке, то, как она была реализована, много народу отваливалось. И мы видели, что у нас, мы видели, куда они уходили. Но в общем-то мы с этим больше ничего не могли сделать, только посмотреть, предположить и дальше там как-то поиграться. Здесь, нажав, допустим, вот на вот эту область, мы создадим сегмент, который включит в себя аудиторию, которая отвалилась с этого шага. То есть, они зашли на сайт, но они не посмотрели ни один товар. И у нас будет прямо сегмент, который мы можем куда-нибудь там применить. например, вот у нас есть аудитория, и мне нужны те люди, которые у меня добавили товар в корзину. Вот я нажал, у меня создается сегмент по enhanced commerce. Сегмент, в смысле, с этой характеристикой. И параллельно еще неплохо бы у меня сегмент, кто отвалился с этого шага. Я нажимаю сюда, и я создаю второй сегмент, кто у меня с этого шага отвалился. То есть, я взял тех, кто до него дошел, и тех, кто отвалился. Тех, кто дальше не прошел. Таким образом, применяя вот эти сегменты, это не в этом отчете, а в каких-то других отчетах. Видите, вот здесь у меня обрывается, и дальше дело не проходит. Я могу анализировать какие-то другие данные в кастомных отчетах, в отчетах behavior, equation, там, где угодно, для того, чтобы посмотреть, что же за аудитория такая пришла, которая у меня отвалилась с этого шага, которая добавила в корзину, но не пошла на check-out. Причем, даже вот в этом отчете мы можем это сделать ну, какими-то самыми базовыми штуками. Вот здесь внизу есть такой фильтр, по умолчанию это user type, но мы можем переключить на остальные метрики, которые могут быть нам полезны. Это город, сторона, категория, регионы, источник компании, либо custom dimensions наши, которые мы настроили. Ну и, соответственно, у нас есть как вот просто sessions, то есть те люди, которые прошли, так и те люди, которые у нас отвалились с этого конкретного шага. То есть у нас тут сразу несколько возможностей для выбора этой ситуации есть. Видите, здесь табличка чуть поменьше. И если бы у нас был Google Analytics Premium, то вот такие красивые визуальные воронки мы могли бы строить на базе событий. Вот они недавно. Я рассказывал об этом? Или не рассказывал? События, воронки. Если я не рассказывал, повторюсь еще раз. Вот эти воронки в Google Analytics Premium, они на днях запилили функцию, мы можем строить на базе событий. То есть не вот эти страшные визуализацию последовательности, которые мы с вами делали, а вот такие красивые с возможностью создавать сегменты, где высчитываются вот эти проценты. И я очень надеюсь, что этот функционал будет добавлен и не только в Premium, но и в обычную версию. И тогда мы фактически можем выстраивать воронки по любым событиям, которые у нас зафиксированы внутри Google Analytics. Не только по факту прохождения основной нашей воронки по покупке, но и по другим каким-то менее важным для нас действиям. Ну вот да, мы можем ее сегментировать, смотреть там по городам, например, или по каким-то другим характеристикам. Вот. И что самое, наверное, интересное, это воронка внутри корзины, где пользователи 90 зашло в корзину, 25 начал ввод, 13 подтвердило. Причем вот этот ввод данных, это те люди, которые начали взаимодействовать с какой-то формой, которая у нас внутри корзины находится. Ладно бы здесь... Он фокус, у нас есть JavaScript, вот эта функция он фокус. Если я не ошибаюсь, и мы... Слушай, мы там можем играться как хотим, да. Здесь может быть не 4 поля, а там 8, из которых он нажал на первое поле, он ушел с первого поля, нажал на второе поле и так далее. То есть мы можем достаточно гибко все вот это анализировать. Проблема-то в чем? Что вот здесь мы визуально можем увидеть, что что-то не так. 25 начал, а 13 закончил. Вот если бы... Ладно бы он зашел и ушел с корзины, это еще более-менее такой нормальный кейс, но он зашел, начал что-то делать и не закончил это делать. Вот это такой момент, который может быть для нас очень интересным. Ну и давайте тогда сделаем последнее задание на сегодня. За последние 3 месяца какой город дал большее количество сессий с чекаутом? 3 месяца, чекаут, вам нужен просто отчет Shopping Behaviors. Что там есть? Какие-то вопросы у наших коллег? Другой, Микеланджело. 100%. Кстати, продолжение нулевых продуктов в отчете Product Performance они валяются на транзакции. Что-то... Черт, ничего не понял. Кстати, в продолжении нулевых продуктов в отчете Product Performance. Так, они валяются... Валятся. А, валятся. Ввалятся. Как я думаю, с просмотров, ведь это не транзакция. То есть, что-то Set Action. Видимо. Ну, видимо, там кто-то налажал... Видимо, Микеланджело там кто-то налажал с кодом, и код не всегда активируется по... Как? Маузу. Код не всегда активируется, поэтому, собственно, в этом-то и проблема. Мы же мы протокол с посеткой приошлины. Ну, да. Можно, спасибо. Ну, можно, но лучше нет. У всех нормальных было подключение к CoreExplore, это никак не может подключиться. Что-то? По количеству больше. Не Mounting View? Что-то другое у нас получилось? Ну, по 9.42 у нас идет New York, а там даже 10 есть. И 19. Давайте попробуем. А, по количеству у нас да, по количеству. По количеству Mounting View. Смотри, у нас есть воронка. Воронка движения пользователя по, до совершения покупки. Вот я зашел на карточку товара, первый шаг воронки. Я добавил в корзину, второй. Я зашел на корзину, что-то там поделал. Shopping Behaviors это один шаг, я купил. Но вот то, что я поделал в чекауте, в корзине, может быть несколькими шагами. я зашел на первый шаг оформления корзины Billing and Shipping на второй Payment, на третий там еще какой-то Review Oda. Вот, то есть у меня внутри корзины есть еще три шага или пять, или сколько угодно. Тогда вот основной путь, где у нас вся корзина будет одной характеристикой чекаут, у нас будет Shopping Behaviour, а все, что внутри чекаута, у меня будет Checkout Behaviour. То есть это просто детализация этой истории. Город, Checkout, а что я сказал? Checkout. Checkout. Checkout Монтинг Ю количество. 455. Ну, у него все хорошо и так, хорошо и так. ну, все равно Монтинг Ю. Да, ну, по процентам конечно нет, кстати, по процентам. Ну, как, смотрите, у нас на Монтинг Ю большое количество чекаутов, потому что у нас большое количество sessions. А если у нас меньшее количество sessions, но более эффективные продажи, у нас процент может быть выше, но количество меньше. Что-что? Все равно выбраны метрии. Да, ну, вот это тоже большая. Я все проверил просто. Я хотел что-то похитрее вам дать, но тут все так очевидно, что там этот Mountain View, ну, логично, там же офис собственно находится. да, люди, вот, нам нужно Shopping with Checkout, вот сюда. Вот, вот так будет правильно, 873. Хотя, процент интересно было бы дать, Как? Пола Альта да, все хорошо, 1350. Ну, кстати, интересно, вот это тоже можно выгрузить и посмотреть, где же у нас вот это больше процента. Так, собственно, какие проблемы мы можем с этим решить? Медленная загрузка. У нас есть возможность модифицировать показатель по отслеживанию качества загрузки страниц внутри Google Analytics. Взяв эти характеристики и взяв то, что у нас есть в расширенной электронной торговле, мы можем понять, почему у нас пользователи отваливаются. Вот у нас есть такой отчет в сайт Speed, overview, по-моему, я рассказывал вам про то, что можно модифицировать. Ну и, соответственно, вот у нас есть с одной стороны информация по тому, как загружаются страницы, с другой стороны информация, как они проходят нашу воронку. И у нас в общем-то должна быть четкая корреляция. Чем медленнее загружаются страницы для каких-то продуктов, тяжелые видео, неоптимизированные фотки, еще какие-то проблемы с чем-то еще, то, соответственно, у нас проблема с прохождением воронки. Не воронки, а воронки, всего процесса. Ну, всякие там технические ошибки мы также можем выяснять, неудобные формы, причем еще прелесть вот этой расширенной электронной торговли, что, в общем-то, мы можем ее применять не только для сайтов e-commerce, а можем применять для любого функционала, где у нас есть какие-то воронки. Например, вот как там с любой бизнес, с ААС продукт, услуги, еще что-то мы можем внедрять либо весь функционал расширенной электронной торговли, либо только часть. Мы понимаем, что у нас на сайте есть воронка. Мы можем взять функционал расширенной электронной торговли и запихать его в передавать данные по этим воронкам. Какие типы товаров предпочитают пользователи союза? Ну, в общем, да, на разные вопросы можно отвечать. Вот, кстати, пример проблемы, то, что я искал. Он зашел в корзину, 281 пользователь начал вводить данные, только семья закончила. Причем под вводом данных мы понимаем, что он как-то с этой формой начал взаимодействовать. И у нас 75% аудитории ушло. Вот это явная проблема, которую мы увидели, и мы можем ее порешать. Если бы у нас механической коммерса не было, мы бы даже этого не увидели. Мы бы увидели, что у нас 270 транзакций, вот такая у нас эффективность. А что у нас столько народу начинают и с этого шага отваливаются, мы бы этого не узнали. Ну, и пару плюшек. Во-первых, есть внутренние кампании. Мы можем отслеживать эффективность баннеров, которые мы на главной странице размещаем. Например, или сквозные баннера сквозь весь сайт с разными сообщениями. Мы можем видеть эффективность. Например, нам нужно понять, когда нам нужно менять креатив. Вот заделали мы баннеры на главной странице, и вот у нас есть внутренний какой-то механизм или внутреннее ощущение, что через два месяца нам неплохо было менять. У нас есть CTR кликабельности нашего конкретного баннера. Ну, если видим, выведем это на графику, увидим, ну, стерл у нас будет падать, потому что людям будет предаться со временем возвращаемой аудитории собственно наш баннер. Мы понимаем, что через месяц у нас был там 30% стал 5. Понимаем, что все, пора менять для этого конкретного креатива. Мы можем отслеживать эффективность самих креативов, мы можем видеть, как это будет влиять на транзакцию. Они самые средние, наверное, поэтому. Да, ну, конечно, не круто, 0 транзакций. Не знаю. Сейчас, давайте посмотрим, если у нас что, интернет промоушен. Да, вот здесь, видите, повеселее. У нас есть разные вот эти внутренние рекламные кампании. Та же самая история с view, с кликами, с коэффициентом конверсии. Вот это особенно мужские футболки, очень классно. И с тем, как это влияет на деньги. Мы видим, что какие-то отдельные креативы, например, вот этот более эффективен, нежели, чем другие креативы. Что у них количество одинаковое, только просмотров. 237-349. Это потому, что неправильная реализация. Да. Если он там меняется, они просто пушат сразу все. Так не делайте. Так нельзя. Вот. Ну, даже в любом случае, здесь мы видим, что вот Android бренд, какой там креатив не был, принес нам немного денег. А вот Google бренд принес нам почти в 10 раз больше, чем Android бренд. Для нас это полезная информация. Хотя вот здесь, при этой реализации, тогда этот CTR нам не очень значим. Потому что, если первый у нас был в нашем этом был Google бренд, а последним Android бренд, то тогда вот этот CTR нам вообще, да, не можем мы принимать решение на базе Nibu. Рассказывал он как-то момент, связанный с скриншотом, не мой, но классный. Про коды вот этих товаров. Скидка 10-20% стандартная цена брошь и подарок. Можем анализировать эффективность разных предложений, скидок или каких-то подарков на карточке товара. Мы можем это увидеть, мы можем посмотреть, что у нас больше всего денег принесла какая-то компания, ну там какой-то подарок по сравнению с любой скидкой. Вот, допустим, как вот здесь, здесь 25 тысяч денег. И... да, это я сказал. Да, ну и мы можем делать всякие разные действия. то есть мы можем задавать вопросы с одной стороны, формировать какие-то гипотезы с другой стороны, либо что-то сделать. Предположим, ну вот это уже не касается маркетинга, это касается продуктовых менеджеров, и у них есть, если у них будет доступ к Google Analytics и кто-нибудь их научит работать с этим функционалом, тогда они могут решать и свои задачи, не связанные уже с маркетингом. Вот, например, у них там осталось много футболок, давайте их предлагать вот такому сегменту аудитории, хотя тоже может быть отчасти маркетинг. Вот телевизор часто ищут, но редко покупают. Давайте пошлем купон на скидку, посмотрим, что получится. Вдруг, да, у пользователей, которые ищут этот конкретный телевизор, есть возражение ценовое, и надо их чуть-чуть потолкнуть, совсем немножко. Причем мы можем выделить сегмент этой аудитории, мы можем этот купон вплоть до ремаркетинга слать. у нас с мастер-карт, давайте показывать спецпредложение только тем, кто платил уже хотя бы мастер-карт. То есть мы это дело зафиксировали в чекауте, что он выбрал как способ оплаты мастер-карт, и у нас есть еще такая штука как чекаут-опшенс, мы можем точнее увидеть, что он выбрал способ оплаты оплаты банковской картой, и в чекаут-опшенс, еще дополнительная характеристика выбрать какой тип карты он выбрал, точнее записать какую тип карты он выбрал, например, мастер-карт. То, что у него мастер-карта или виза, так у пол населения мастер-карта или виза, ну то есть нет. Вот, соответственно, вот мы выбрали сегмент, у нас есть какое-то предложение, мы на базе этого сегмента что-то делаем. Ну вот, кто-то купил красавки Nike, отправьте ему рекламу футболок Nike. Ну, вот это прям очень логично. Мы знаем, что люди купили собачий корм и не будем им показывать кошачий корм. Вдруг у них нет кота, а есть только собака. Соответственно, мы видели, что аудитория много взаимодействует с детскими товарами, мы на эту аудиторию показываем новые детские товары, которые у нас вышли. Мы видим, что аудитория интересуется Apple или интересуется всем остальным, мы все остальное не показываем, а показываем Apple. Или видим, что вот это Мейджу, вот, MI называется. Вот они интересуются этим. Мы Apple не показываем, показываем только вот это. То есть мы, понимая, как они и взаимодействуют, и покупают, можем взять и то, и другое и, по сути, выделить их какой-то сегмент аудитории. если у нас сильно больше данных о клиенте, чем если аналитики, например, походы, походы, туризм, это практически e-commerce, люди ходили в Карпаты, но они не у нас покупали поход в Карпаты, а покупали у кого-то другого. Мы можем эти данные как-то использовать, те, которые сняли с клиентов и все в Карпаты. Ну, конечно. Мы можем, мы разбирали, вот когда Custom Dimensions, у нас есть специальный тип Custom Dimensions типа User. И, фактически, если у нас сохранен Client ID или User ID, лучше и то, и другое, в нашей CRM у каждого пользователя, то мы можем с помощью маршрунного протокола отправлять эти данные в Google Analytics с расширенными характеристиками, которые у нас есть по данному конкретному пользователю, что мы знаем о нем еще в CRM, что вот он был в Карпатах или там был там где-то еще, еще, еще. Все это отправили, все. Мы дальше можем уже сегментировать на базе и этой информации внутри Google Analytics данные. Вот у нас новый поход Карпаты, он был в Карпатах, он отметил, что ему понравилось, хочет еще, вот, пожалуйста, только на эту аудиторию. Как, как? Include, exclude. Ну, то есть мы можем с этим играться. Да, это, конечно, очень классно. Мы знаем, как они и взаимодействовали, у нас есть факторы на сайте, у нас есть факторы в CRM, мы можем эти факторы взять внутри Google Analytics и сегментировать там уже до победы. Как угодно. Вот. Может быть, еще какие-то вопросы про Inhouse to Commerce? Есть какое-то ограничение, сколько мы можем параметров добавлять с их? Да, 20 custom dimensions всего и 20 custom metrics. Если у вас Google Analytics Premium, по-моему, 40 на 40. Все, коллеги, спасибо большое. Хорошего вам вечера. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok